В Баксане жители нескольких улиц остаются без воды. Корожане сталкиваются с проблемой уже не первый год и каждый раз летом. Строгий график, по которому подается оживительная влага, вопроса не снимает. Сейчас Госкомитет по ЖКХ и местные власти ищут другие варианты, как ей узнавала Инна Богатырева. Городской округ Баксан. Карта по очертаниям очень напоминает рыбку, да только в свободное плавание. Пуститься в ближайшее время ей не суждено. Вот и жители улиц Махова, одной из невезучих, оставшейся в жаркий летний период без воды, завидев нашу съемочную группу, спешат поделиться своими бедами. Утром, если дождь пойдет из крана, вода польется, а если дождя не будет, ни капли не будет и в кране. Нечему власти, понимаете? Мы написали заявление. Уже, наверное, год до 8-8 лет тому назад мы написали раз заявление в Нальчике. Написали через год, через 2-5 в Нальчике написали. Ходили по миру, городам, ходили по республике, ходили. Ходили везде. Мы поехали, заказали 580 метров, помогали, купили, заложили трубу. Опять нету, нету, нету. Куда девать, водя не займут. Каждая капля, особенно в жару, здесь на вес золота. А ведь еще надо напоить домашнюю живность. Проблема с водоснабжением здесь стоит не первый год, отмечают и в водоканале. Директор Баксанводоканала объясняет причины. Улица Махова, допустим. Труба у нас доходит до улицы Молодежной. От улицы Молодежной и до улицы Братьев Ташуевых. Вот это и проблемный участок. И все это проблема исходит из-за того, что нижняя часть сливает бесконтрольную воду. Если нижняя часть не наполняется, она же наверх не пойдет. Пока в нижней части округа жители набирают бассейны и поливают сады, расходуя двойную, а то и тройную норму, в верхней высыхают краны. По данным переписи в Баксане проживает около 57 тысяч человек. По факту на учете водоканали состоят 35 тысяч. Из них добросовестные плательщики, по словам Эдуарда Тезадова, составляют только 60%. Остальным живительная влага достается бесплатно. И в итоге получается, что я не могу расплатиться за электроэнергию, которую я получаю. Горсеть, если оплаты не будет, нас никто не спрашивает. Приходит, отключает рубильник и все. Тем временем в баксанских горсетях утверждают, что с начала года, несмотря на долги, отключений не было. И электроэнергия подается круглосуточно и в полном объеме на все скважины. Кстати, сумма задолженности равна той, которой водоканал недополучает от абонентов каждый месяц. До 605 тысячи рублей водоканал обязан закрыть до конца года. С 1 августа будет произведена рецептизация этой суммы и с текущими платежами водоканал будет оплачивать каждый месяц, чтобы повышать эту сумму. На каждой скважине стоит счетчик. Сколько в течение месяца потребила данная скважина, и по этим показаниям производится оплата. В городадминистрации о проблеме знают, но считают, что всему виной низкий тариф. Там жалобы написали в Ростовской области. 101 рубль у них с кубоветра стоил. До 80 спустили после проверки. А вы хотите, чтобы я за 7 рублей с глубины 60 метров в воду поднял и по всему городу? Это невозможно. Разногласия по тарифам есть и не только в Аксанском районе, говорят в Госкомитете по ЖКХ. Но установлены они на федеральном уровне, и влиять на них кардинально. Республика не может. Поставщики ресурса считают, что тариф был установлен более низкий. Хотя я считаю, что наша система тарифная является производной федеральной службы тарифов и имеет свои ограничения в процессе установления тарифов. К тому же повышение тарифов вряд ли вызовет одобрение населения, а значит искать нужно другие варианты, считают в Госкомитете. Для решения вопроса водоснабжения уже сделано немало. По программе модернизации ЖКХ в Баксане заменено более 22 километров ветхих водопроводных сетей на сумму больше 20 миллионов рублей. Даже в этом году мы наметили выполнение работ на сумму 2,5 миллионов рублей. Будем закольцовывать две водозаборные скважины, которые в конечном итоге даст более экономную работу насосной станции на скважинах. Для обследования системы водоснабжения в Баксан уже выехала специальная бригада Госкомитета по ЖКХ. Как вариант рассматриваются новые газогенераторные установки. Их использование водоканалу обойдется в два раза дешевле электрических. Возможно тогда насосы заработают в полную мощь и вода придет в каждый баксанский дом. Инна Богатырева, Беслан Хаконов, Аслан Хандохов. Вести Кабардино-Балкария.